Так, как мы ждём, все подключатся. Давление в духе. Все должны знать, как христиане. Вот, и первый вопрос, который я бы уже хотела задать, потому что уже подключились люди, хочу задать, каким должен быть христианин в последнее время? Всем привет ещё раз. Нормально меня слышно, потому что я тебя слышу так очень... Плога? Ну, прерывисто, постоянно такое, как будто прерывается. Да? А сейчас, я сейчас говорю нормально? Ну, так, не очень. Но я вопрос примерно понял. Ну, христианин в последнее время. Если это... Да, меня хорошо слышно? Тебя хорошо слышно, я слышу хорошо. Ты хорошо слышно? Я не прерываюсь, всё нормально, да? Нет, очень хорошо. Я тебя очень хорошо. О, Давид пишет, слышно хорошо. Прерывисто, это... Наверное, это со связью, дорогие, связано. Надеюсь, что сейчас всё лучше станет. Всё, Давид говорит хорошо. Да, вопрос я услышал. Вопрос очень обширный. Ну. Если подробно на него отвечать, то прямого эфира не хватит. Я не думаю, что этого времени. Ну, в целом... Вкратце, какой должен быть христианин вообще, мне кажется, особой разницы нет, какую там в начале времён он был или в конце времён. Потому что Иисус, Он неизменный, Библия неизменная. Поэтому то, что Бог требует или ожидает от человека, от христианина, от ученика Иисуса Христа, это не меняется. Поэтому всё, что Господь сказал в отношении христианинов, оно уже есть в Библии. Понятно, что в последнее время апостол Павел предупреждает, что мы столкнёмся с более тяжёлой атмосферой. И понятно, что, может быть, это не вопрос только о таких жёстких гонениях, когда первая церковь испытывала. С другой стороны, здесь есть очень большие искушения, большое давление в духе. И многие христиане в последнее время ощущают тяжёлое давление от депрессии, уныния, разочарования, мирских вещей каких-то определённых. И понятно, что здесь очень важно следовать тому, что Иисус сказал в Евангелии в Матфеях 24. Когда он говорил о последнем времени, очень такое подробное учение, и он сказал о том, чтобы мы были готовы, чтобы мы бодрствовали. Я думаю, что для христиан в последнее время это очень важно, понимание того, что мы должны быть всегда настороже. Мы должны понимать, что высвобождаются лжепророки, лжеучения, определённые вещи, которые происходят при подготовке к тому, чтобы мир принял вот это вот чудовище, которое мы называем Антихрист. Для людей этого мира он будет очень таким приятным, он будет гуманистом, он будет человеком, который возможно постарается всех помирить, и очень даже вероятно, что он делает какие-то вещи в экономике очень сильные. Но, тем не менее, Иисус предупреждает, он говорит, берегитесь, чтобы кто вас не прельстил. И далее также сказано, что если возможно, даже избранных прельстят. И единственный выход из положения, или единственный, как мы можем на самом деле быть уверенными, это только когда мы сами лично хорошо знаем Писание. Если человек просто посещает богослужение один раз в неделю и слушает проповедь пастора, может быть, в течение 30 минут, как сейчас принято, или даже если в течение одного часа, то давайте представим себе, что в неделе 168 часов из них один час человек слушает проповедь, запоминает в лучшем случае 5 или 7 процентов, все остальное время он находится под давлением мира через СМИ, через знакомых, через вообще этот мир. Поэтому то, что Иисус говорит, чтобы мы бодрствовали, то есть мы должны молиться, мы должны общаться с Богом, молиться Духом, изучать Писание, знать хорошо Писание, чтобы мы могли понимать Бога, когда Он нам говорит, и, соответственно, когда мы молимся, мы понимаем, как Дух Святой действует. И первое послание Иоанна, вторая глава, 20-й стих, говорит, что у нас есть помазание, которое нас учит. Оно истинно, и оно не ложно. И это значит, что если мы общаемся с Богом, если мы знаем Духа Святого, тогда мы можем, соответственно, понимать, или, может быть, на уровне интуиции осознавать, где обман, где подделка, где фальш, а где истина. Правильно, да. Ну и также мы должны быть достаточно смиренными перед Богом, чтобы, соответственно, распознать, то есть есть такая религиозная гордыня, что в нашей церкви правильно, в нашей конфессии все правильно, за пределами нашей конфессии ничего неправильного. Это религиозная гордость. Мы должны исходить из следующего, что если человек верит в Иисуса Христа, рожден свыше, значит, он мой брат. Вне зависимости, в какой он конфессии находится, вне зависимости, какая у него там динаминация церкви, во что они верят, это уже вопрос десятый. Самое главное, что мы должны иметь правильное отношение к любви, смирению, и я думаю, тогда это сохранит нас от многих уклонений неправильных вещей. Поэтому вот один из главных моментов, о чем Писание предупреждает для последнего времени, берегите, чтобы вас кто не пристил. Поэтому бодрость, молитесь, будьте в смирении. Я думаю, что тогда мы будем готовы встретить последнее время. Очень хороший ответ. Многие вопросы ты уже сказал, которые я должна была задать. Например, в последнее время очень много я слышал, что люди паническими атаками страдают, и христиане в Америке называют «anxiety». И на самом деле такие вещи очень сложные и очень как-то... Вот недавно опять пастор в Америке убил себя, как бы это мы все уже знаем. И это «anxiety» и «panic attacks», которые бывают. Я говорю, что в США чаще всего слушаю. И я не знаю, как сейчас в России, но то, что ты сказал, что у человека, да, бывают разные уже мысли, как бы мы должны быть бодры, сводить, и это все делать. И думаю, что единственный ответ все же — это читать Библию и молиться, и быть бодрыми. И это реально очень хороший ответ. Мне очень нравится, потому что люди антидепиресанты уже пьют, и даже христиане очень часто. И мы порой бывает забываем самое главное, что есть истина и Слово Божие, который единственный костяк, который стоит. И когда в Слово мне говорит, что я как дерево посаженное в потоках в воду Господа, и уже лист не гянет. И, наверное, мы должны стремиться все-таки... Я почему это говорю? Потому что все-таки дерево, оно имеет корни, и наше корне должно быть слово. И это очень хороший ответ. Мне очень все это понравилось. На самом деле... Я бы еще добавил. Я бы еще добавил. Смотри, Евангелие от Луки, сейчас постараюсь это найти быстренько. Луки, если я не ошибаюсь, это 21 глава. Иисус как раз говорит и предупреждает о последнем времени. Сейчас я посмотрю, это где находится. Значит, вот Луки, 21 глава. Вот здесь как раз и написано, что будет происходить. Вот, допустим, 26 стих. Что люди будут издыхать от страха ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Ибо силы небесные не требуются. Да, то есть в последнее время будут происходить определенные события, очень такие серьезные. Настолько, что люди, и я так понимаю, что, соответственно, все люди, не только грешники, не только мирские, но и многие христиане, они как раз будут попадать под это влияние. Если, опять же, они не бодрствуют. И вот далее. О чем Иисус предупреждает? Когда начнет это сбываться, 27 стих, тогда восклонитесь. И слово восклонитесь, это противоположное слово наклониться. То есть, что это значит? Это значит, что христиане в последнее время, они будут под влиянием определенных факторов, которые там скорби, гонения, давления, преследования, так, как будто они согнулись. Им трудно. И когда они увидят вот эти все события происходящие, то им, наоборот, нужно будет восклониться. То есть, подняться и расправить плечи, и как бы смотреть прямо перед собой. Интересно. А почему так? Мы пытаемся понять, как это. Мама очень правильно пришла, как и в прошлый раз с папой моим. Моя мама также пришла и поправляла ракурс. Потому что, я смотрю, у меня здесь, у меня нормально, как бы. Да, я хотела, кстати, сказать, что наполовину. Да. Вот так нормально, да? Да. Ой, как мне нравится, когда женщины вмешиваются, они все так красиво делают. Потому что у меня над головой еще полметра тут получается. Вот из-за этого нам нужны все женщины и жены. Ну, хорошо. Сейчас нормально, да? Очень хорошо. Гораздо лучше. Спасибо, мама. Классно. Вот. И, значит, что тут Писание говорит? Когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь. То есть, признаки последнего времени, которые будут людей пугать и приводить в страх, в ужас, в депрессию, что они будут умирать от сердечных приступов. А для нас это должно быть, наоборот, признаком радости, признаком хорошего ожидания. И потому Иисус говорит, восклонитесь и поднимите голову ваше, потому что приближается ваше избавление. И далее тоже вот этот момент очень важный. Смотрите за собой. Это 34 стих. Смотрите за собой, чтобы ваши сердца не отекчались объедением, пьянством и заботами житейскими, чтобы этот день не постиглась внезапно. Подрастуйте на всякое время и молитесь, сподобитесь избежать всех будущих бедствий представителей Сына Человеческого. И вот интересно, что Иисус о последнем времени показывает вот эти три фактора. То есть, что? Обжорство, пьянство и вот то, что ты говорил, вот эти anxiety, то есть вот эти те самые беспокойства, переживания, панические атаки. Это то, что будет ожесточать сердце. И ожесточенное сердце – это то, что мы перестаем слышать Бога, мы перестаем быть чувствительными к духовному миру, мы перестаем видеть знамения времен. И, соответственно, мы как христиане выступаем против пьянства, но с другой стороны, Иисус поставил в один ряд также это и обжорство. И, к сожалению, с христианством есть момент такой. Кто-то проводил исследование, я не помню, я однажды читал такую статью. Было проведено исследование в отношении ожирения. И интересно, что религиозные люди, то есть разных направлений религиозные люди, они обычно более толстые, чем просто светские люди, будем так говорить. А из всех религиозных групп христиане оказались самыми толстыми. Ну, то есть с процентом отношений имеется в виду. И почему? Вопрос. Ответ был простой. У нас забрали. Значит, что у нас забрали? Удовольствие в виде алкоголя, в виде курения, в виде каких-то других удовольствий. Дайте нам хотя бы поесть. Если вы посмотрите сейчас инстаграм, он забит просто историями о том, кто как ест, что там они где, в разных ресторанах и все остальное. То есть вот этот момент, когда люди слишком много уделяют внимание там объедению, там другим удовольствием. И еще один момент, это вот то, что сейчас, это бич последнего времени, это вот эти беспокойства, это паника, это страхи и все остальное. Но как раз вот с этим, с этим нужно бороться. А вот интересно, вот то, что в Луке написано, или, по-моему, Иоанн это сказал, что там написано было, что мы будем в трепете от того, что будет предстоять. Это что? Это значит, что наше существо человека, оно чувствует, что сейчас предстоит к нам? Или просто мы будем видеть эти вещи? Или мы сейчас просто уже, наше тело понимает, что скоро сейчас что-то произойдет, и за это все мы в панике? Вот как это? Ну, я не знаю насчет, что там есть в трепете, может быть, уточни это местописание, потому что я так не очень помню, о чем конкретно речь идет, вот что ты хочешь сказать. Вот, но в любом случае, в любом случае, вот то, что Иисус говорит здесь, это руководствует действием. То есть, Он показал, что будут вот эти три вещи, которые ожесточают сердце. И если первые два, они как бы такие очевидные, то есть, пьянство, оно очевидное, обжорство, или когда человек предается удовольствием. То есть, обедение, это не то, что когда просто человек много ест. Это, в принципе, любое сластолюбие, когда человек просто предается и не может себя контролировать от каких-то удовольствий. Но беспокойство, озабоченность, это то, что является одним из мощнейших факторов, когда человек не может быть внимателен или открыт для духовного мира, для Бога. И, соответственно, здесь нужно разбираться. И два местописания, которые об этом очень ясно, четко говорят. Это первое послание Петра, пятая глава, где апостол Петр говорит, что все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. То есть, как только мы понимаем, что мое сердце озабочено, что я не могу ни о чем другом думать, я постоянно хожусь под грузом волнений, переживаний, как с этим разобраться, что нужно делать, когда я должен взять, и вот верой на основании вот этого слова, я должен взять эту заботу, оторвать ее от себя и передать ее Господу. То есть, мы должны тренировать себя в этом. Да. И, соответственно, я должен понимать, хорошо, если я отдал это моему Папе, моему Небесному Отцу, тот, который всемогущий, который не узнал об этой заботе в тот момент, когда я ему передал, а он от вечности знал, что наступит такой момент, когда я передам заботу, значит, он уже все ресурсы подготовил, и у него есть ответ на это. Соответственно, если бы я знал человека, который очень такой сильный, мудрый, богатый, обеспеченный, который знает все вопросы, я к нему подошел и попросил решить мою проблему, то, ну, как бы многие люди, они бы с облегчением взыкнули и подумали, ну, все, теперь этот вопрос будет решен. Но мы не имеем дела с Богом, который гораздо, гораздо, гораздо мощнее всех людей вместе взятых и может решить любой вопрос. И другое местописание, это Филиппийцам 4 глава, 6 стих, где также сказано, не заботьтесь ни о чем. Слово «не заботьтесь», буквально, если взять его в греческом, это слово «меримна», которое обозначает состояние очень, как бы, в большой степени обеспокоенности, когда человек спать не может, есть не может, когда он только об этом думает, когда его, вот те самые панические атаки, когда вот эти, обеспокоенность, он не видит выхода, он не знает, что с этим делать. Писание говорит, не беспокойтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте ваши желания перед Богом. И сказано, и мир Божий. И вот это определяющий фактор. Мир Божий, который превыше всякого разумения или понимания будет соблюдать ваши сердца. Мир Божий, это то, что является одним из проявлений Царства Божьего. Апостол Павел говорит, что Царство Божие, это не пища, это то есть не внешние какие-то вещи, это не то, что происходит в внешнем мире, там пища, еда, деньги, что бы то ни было. Царство Божие, это мир. Мир Божий, это праведность, это радость в этом духе. И соответственно, Писание также говорит, Иисус об этом сказал, что Царство Божие находится внутри нас. И также сказано, допустим, апостол Петр об этом говорит, 1 Петра 3 глава, и он цитирует Псалом, Псалом 33. Там сказано, страху Господню научу вас. А что значит, все? Видно меня сейчас нормально? Все сприваются? Да, я смотрю, что это немножко так подзвисло. То есть еще раз, научиться страху Господню буквально обозначает это, чтобы мы уклонялись от зла, чтобы мы делали добро, чтобы мы хранили свои уста от всяких злых речей. То есть злые речи это то, что противоречит тому, что Бог сказал. Оно может выглядеть, то, что мы говорим, так как оно есть, так как мы видим реальность, но буквально это злые речи, потому что они противятся тому, что Бог сказал в Писании. То есть, по-моему, если Бог говорит, что Он нас спас, соответственно, мы должны поверить Ему и все время говорит, да, мы спасены. Если Бог сказал, что мы здоровы, значит, мы должны с Ним согласиться и говорить, что мы здоровы, ну и так далее. И следующий момент нам сказано, ищи мира и следуй за ним. То есть, мир Божий является как определенным фактором и также сказано, довладычествует мир Божий. То есть, вот для нашего поколения, которое обеспокоено, которое вот как бы из-за внешних вызовов о том, что в мире происходит, об этом Писание предупреждает, это Исаия 60 глава, что тьма покроет землю и мрак покроет народы. Да, и вот эти будут всякие события происходить. Поэтому мы, как христиане, должны сейчас тренироваться и научиться ходить в мире Божьем, следовать за миром Божьим, чтобы мир Божий владычествовал в нашем сердце и, соответственно, разбираться со всякими беспокойствами, если мы беспокойство и страхи пытаемся как бы таблетками и лекарствами решить, то это бесполезно. Мне понравилось, как однажды Норл Хейс сказал, говорит, бесов таблетками не вылечишь. То есть, здесь нужно разбираться только духовным оружием и, соответственно, Господь дал нам это духовное оружие. Это духовное оружие это мир Божий. И когда мы можем взять время молиться духом, молиться на иных языках, мы можем приходить в состояние покоя. Дух Святой нас наполняет и, соответственно, Царство Божие поднимается внутри нас, принося мир, праведность, радость, состояние оптимизма, состояние уверенности в вашем дне. «Ой, привет!» «Ой, привет!» «Привет, бабуля!» «Это не бабуля, это дедуля!» «Привет, мой сладенький!» «Привет!» «Скоро мы тебя увидим!» «Она уже ждет вас!» «Сейчас сегодня с утра мы с бабулей говорили, она с ней пообщалась». «Увидимся скоро!» «Срисует!» «На самом деле интересно, что ты сказал насчет иных языков, что на самом деле это духовное, именно духовное нужно молиться». Недавно я смотрела какую-то проповедь, и там говорится, что когда ты молишься на языках, ты как будто промаливаешь свою жизнь, даже на свое будущее. А мы об этом не знаем. Но просто сейчас многие церкви уже не верят в это, в молитву Духа Святой. Например, мы были в Лос-Анджелесе во многих уже церквях, где просто уже не принято молиться на языках. И они говорят из-за того, что в Библии Павел пишет, что не молитесь на языках, лучше пророчествуйте. И они, сталкиваясь с этим, они уже перестали молиться на языках. Что скажешь насчет этого? «Мы с Натальей, с моей женой, мы покаялись в той церкви, где вообще не верили в иные языки, называя это каким-то ересью или еще похлеще. Они считали, что иные языки это были иностранные языки, которые были даны только апостолом, те, которые были именно в той горнице 120 человек, вот именно они только, значит, поговорили на языках. И имелось в виду, что это иностранные языки, с помощью которых они потом пошли по всему миру и, соответственно, они там, значит, могли проповедовать. Но это неправильное толкование абсолютно. Если люди внимательно смотрят, что там происходило, то люди, которые окружили учеников в день Пятидесятницы, там написано, что они пришли в великое изумление. Почему они изумлялись? Потому что они все, каждый из них, из разных наречий, из разных стран, они все были иудеи, но их родные языки были совершенно разные. Они всех апостолов слышали, говорящих на их родном языке. И вот в этом было чудо. Иначе, ну, какое чудо, если Петр подошел к американцам, говорил на американском, образно говоря, Андрей подошел к испанцам, говорил по-испански, то есть это не является чудом, ну, знает человек язык. Это как бы не было бы изумления. Но когда каждый американец говорит, о, по-американски говорят, итальянцы говорят, нет, 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 они говорят только по-итальянски. То есть явно, что апостолы говорили на иных языках, но также было чудо того, что все остальные люди, которые их слышали, они слышали как истолкование. И это было явное проявление Духа Святого. И то, что апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 14 главе, он ставит порядок. Он не критикует, он не останавливает. Он просто ставит порядок, что нужно делать. Потому что в коринфянской церкви там фактически люди, они, будем так говорить, проповедовали на иных языках. Это не было просто молитва, на иных языках, это не было поклонение на иных языках. Потому что апостол Павел говорит, что когда мы говорим на языках, мы хорошо благодарим. Да. То есть это хорошее поклонение, можно петь на языках. Он говорит, будем петь умом, будем петь духом. можно петь на иных языках, момент поклонения, прославления. Можно говорить на иных языках. Причем он там же утверждает, что когда ты молишься на иных языках, ты не людям говоришь, ты Богу говоришь. Тебя никто не против. То есть это твой личный момент молитвы, личный момент поклонения. И когда вся церковь молится, то это нормально, когда могут молиться на иных языках вместе в собрании. Но наступает момент, когда нужно назидать церковь. Да, здесь. Либо ты проповедуй на своем родном языке, либо ты пророчествуй на своем родном языке. Либо же, как две стороны одной монеты, ты говоришь иными языками, и есть большая разница молитва на иных языках и говорение иными языками. Это совершенно разные вещи. Потому что когда мы молимся иными языками, это наш английский язык, которым наш дух или по-другому так сказать, это духовная связь, прямой контакт между нашим духом и Богом. То есть наш дух с помощью Святого Духа говорит непосредственно Богу. Никто не понимает. Теперь, когда включается дар говорения иными языками, это Бог через нас говорит церкви. То есть совершенно разные направления. И поэтому бывает момент, когда человек встает и пророчествует и говорит, так говорит Господь. Что это происходит? Это Бог говорит церкви. Или же работает дар говорения на иных языках с последующим истолкованием. То есть человек встает, на языках так сказать пророчествует, а потом другой поднимается или же он истолковывает и он начинает говорить. И собственно происходит то же самое пророчество, но только вот в другом виде. Может быть более так сказать такое привлекающее внимание. поэтому когда церкви полностью игнорируют или запрещают говорить языками, это не по-библейски вообще. Ну я думаю это тоже какой-то мер и тоже экстремизм, потому что например компромисс мира, потому что все хотят выглядеть приемлемо для мира. А что люди скажут, а что люди подумают, а как это будет и все остальное. Поэтому мы хотим быть причесанными, приглаженными и соответственно чтобы люди зашли там и не испугались. С другой стороны когда были пробуждения, то там такие вещи происходили, однако же это притягивало людей со всех сторон. Если человек попадает в Божье присутствие, тогда он там на самом деле переживает покаяние и Бога переживает и все остальное. Например, вот связано опять с Павелом и с его учением и наставлением есть местописание, которое многие путают и есть аж люди, которые так очень много делают долгое время. Мне написали вопрос, почему не надо в косынках ходить в церковь и по-библейски объясните вопрос. Это я думаю понятно, думаю многим нужно как бы просто напоминал, почему мы например не носим косынки в церковь и почему вообще Павел такое сказал, чтобы женщины закрывали свои головы. Можно немножко по-библейски? По-библейски? Меня другой вопрос интересует. Люди, которые заставляют женщин надевать косынки, когда они берут одно местописание, о котором говорит апостол Павел в послании к Орифинам, эти же люди игнорируют 20 местописания, которые говорят о крещении Духом Святым с говорением на них языка. Как правило, это влияние религиозных твердынь. Допустим, когда Павел обращался к Калининской Церкви, то нужно понимать исторический контекст. В других местах вы нигде больше не найдете что-то подобное. Это не было учение Церкви. Об этом Иисус не говорил, об этом не говорили другие апостолы. Павел говорил Калининской Церкви. Одна из причин, потому что в Каринфе было много блудниц, которые как раз сходили с непокрытыми волосами. И, соответственно, для этой Церкви нужно было понимание такое, что да, свобода во Христе, но тем не менее, чтобы не соблазнять других людей, которые могут неправильно все это воспринимать. С другой стороны, апостол Павел также говорит не просто косынка, он говорит, что женщине волосы даны вместо покрывала. Если блудницы, которые чуть ли не на лысо постригались и ходили без косынок, они были очевидны для всего общества. И, соответственно, чтобы христианки выглядели целомудренно и правильно, тогда он говорит, одевайте косынку, или же пусть ваши волосы будут как покрывало. Что-то подобное. Но на самом деле это не было учением церкви, как то, чтобы в обязательном порядке все одевали косынки. Потому что основная идея, даже не вопрос косынок, основная идея была вопрос подчинения. И в той церкви, где мы покаялись, была проблема в том, что женщины одевали косынки, но они были исполнены бунта и неподчинения и несмирения никакого там не было. Поэтому лучше без косынок, но в смиренном состоянии сердца и правильном окружении в семье и так далее. Нежели просто формально надеть косынку и быть вот таким вот прямо внешне благочестивым, а внутри исполнен гордыни и там бунта и всего остального. Ну, лицемерие очень хорошо в принципе это формально. Это то, что Иисус говорил о фарисеях, что снаружи вы выглядите вот такими благочестивыми, а на самом деле там внутри полны всякой всякой ерунды. И что-то косынка не спасет. Конечно, это все правильно. Сказали и попросили вернуться к теме последнего времени, так что у нас здесь еще другой интересный вопрос, который не связан сейчас с духовными моментами. Я думаю, ты будешь знать ответ. Происходит ли чипизация при снятии биометрических данных человека на загранпаспортах? Вопрос имеется в виду технически происходит или не происходит? Да, сейчас, например, происходит такое, например, когда мы не даем отпечатки пальцев. Что имеется в виду под словом чипизация? Не знаю. Это абсолютно нет, абсолютно нет. Нужно понимать, смотрите, когда наступает правление Антихриста, то есть вот эти короткие три с половиной года от момента, когда Антихрист проявится, об этом апостол Павел говорит во втором послании к исслоникейцам, вторая глава, где сказано, что определенный день, день восхищения церкви не придет доколе, прежде не придет отступление и не откроется человек греха сын погибели, который его сядет в храме. То есть мы должны понимать, что должен быть построен храм в Иерусалиме. Ну, по крайней мере, то, как это я себе вижу и то, как мне представляется правильно. Я не говорю, что это я там абсолютно 100% правильно говорю и так далее, потому что есть много мнений по этому поводу. Но то, как я это вижу из Писания и пытаюсь исследовать с разных сторон многие места Писания и сравнивать и так далее. Я вижу это следующим образом, что наступает семилетний период и точка отчета этого семилетнего периода, о которой говорит Даниил, будет заключение договора между Израилем и, возможно, арабским миром, который позволит построить храм. И, возможно, прямо рядом с мечетью. Вот купол скалы, который сейчас находится там на месте храмовой горы. И как это будет происходить, не знаю, никаким образом не могу сейчас точно сказать. Но, возможно, будет точка отчета, это когда будет получено разрешение строительства храма. И, соответственно, будет человек, который будет великим авторитетом в мире, может быть, после ужасного экономического кризиса, может быть, после каких-то локальных войн, тот, который поднимется и о котором скажет, это авторитет, это тот, который великий гуманитет, это тот, который нас помирит, это тот, который принесет мир во всем мире и все остальное. И его будут очень сильно уважать. И, соответственно, наступит момент, когда храм будет построен, и вот он там восядет в храме, и тогда он объявит себя богом. Он скажет, что до сих пор не поняли, что ли, кто я такой? Я всех помирил, я дал хорошую экономику, и, соответственно, для меня это примерно, можно сказать, генеральная репетиция это было в фашистской Германии. То есть, если просто читать историю, как это происходило, после Первой мировой войны Германия лежала в разрухах, и на нее были наложены большие репарации. И примерно в 23-м году там была жуткая гиперинфляция, когда просто там деньги ничего не стоили вообще. нация была унижена, экономика разрушена, она лежала просто в руинах. И вдруг поднимается один человек, который говорит, я знаю, что нужно делать. И когда ему дают возможность, он буквально за несколько лет поднимает страну на высокий уровень экономики. Нация становится такой, как бы, заряженной и единой. Двух наций поднимается. Германия превыше и все остальное. И тогда его начинают считать чуть ли не мессией. Причем даже христиане, которые некоторые христиане были, которые подумали, наверное, он вот кто-то как чуть ли не пророк, чуть ли не мессия и все остальное. То есть было огромное обольщение. У него было своего рода бесовское помазание, потому что люди, которые его слушали, их пробирало до мурашек. Они были в восторге. Они просто были фанатами. как можно вообще было там слушать Гитлера. Но люди, которые его слушали, они просто были без ума от него. Да, это интересно. И мне это показывает, как это в малом варианте было тогда. Потому что то, к чему сейчас идет Европа и вообще западный мир, что скорее всего будет очень сильное потрясение в политической сфере, в экономической сфере. И тогда соответственно они будут искать человека с сильной личностью. И тогда поднимется вот некий человек, мы называем его антихристом, и дойдет до того, что однажды пользуясь своим авторитетом и почитанием, он сядет в храм и скажет «Я Бог, поклоняйтесь мне». И соответственно христиане, которые знают Писание, евреи, которые знают Писание, об этом Данил предупреждал, что люди, чтущие своего Бога, они усилятся и будут противодействовать. И соответственно там будет очень жестокое гонение. Так как мы понимаем, что средства коммуникации сейчас, то есть технический прогресс и то, что тотальный контроль, который моментально может вычислять кто чем дышит, кто как думает. Элементарно любой Инстаграм, Фейсбук сейчас человеку может все рассказать. Каких он политических взглядов и так далее. И я предполагаю, что будет Deep Worship. Наира, привет. Я смотрю на Иру. Привет, Наира. Здесь вот такой вопрос. Эта идея очень хорошая в том плане, что мы должны всегда быть готовыми и бодрствовать на всякое время. Классно. На самом деле это чтобы нас держало в таком бодром состоянии, потому что в любой момент ты должен ожидать, что Иисус может тебя забрать и так далее. С другой стороны мы также видим много мисписаний, которые говорят немножко в другом направлении, я бы сказал так. Потому что допустим то же самое второе послание Фессалоникийцева, вторая глава. Апостол Павел обращается к церкви, которая в смущении. Он говорит мы пишем вам это, чтобы вы не смущались и не переживали как от послания или как от пророчества, что якобы уже наступил день Христов. Он говорит о нашем собрании к нему, то есть о восхищении церкви. И соответственно он говорит, что этот день не придет и не наступит до тех пор и он объясняет после каких событий только может наступить этот день. Какой день? День Господний, то есть восхищение церкви и пришествие Господа. Он говорит этот день не придет доколе не придет прежде отступления. То есть соответственно будет грандиозное отступление. Отступление имеется в виду, что люди сначала веровали в Господа, потом они отступили от него. И не откроется. Ну в какой-то мере уже да. Уже начинается. Особенно если мы смотрим на западное сообщество, которое было изначально будем так говорить христианским, особенно Западная Европа, колыбель протестантизма, там же поднялись многие промужденческие движения, миссионерские движения, а потом они отвергаются и входят в более такие либеральные вещи, которые люди отворачивают от Бога, о котором, допустим, пророк Исаик говорил, что горе тому народу, которое черное называет белым и наоборот, и добро называют злом, зло называют добро. И сейчас мы видим извращение, перемены и так далее. Поэтому какого-то рода отступление уже есть на самом деле. Но самое главное там сказано, что когда этот человек восядет в храме, называя себя Богом, то есть вот этот человек греха, сын погибели. То есть соответственно как бы есть причинно-следственная связь. Если мы внимательно смотрим и берем допустим Евангелие от Матфея 24 главу, книгу Даниила, книгу Откровения и второе послание Фейсово-Никийцам и берем будем так говорить в кронологическом порядке, перемешивая, то там как раз очень похоже. Допустим Матфея 24 и книга Откровения начиная там допустим с 6 главы и далее эти все там эти кони, которые идут и потом все дальнейшие события, которые разворачиваются очень похожи как один за одним, что за чем следует. И получается, что вот эти все обольщения и вот эти все события, которые происходят, Иисус предупреждает своих учеников. Он как раз и говорит о том, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были внимательными, чтобы нас не обольстили и не прельстили. Потому что если возможно избранных, то соответственно будут люди, которые прельстятся. Может быть это номинальные христиане, может быть это люди, которые не очень хорошо разбирались в Писании, которые думают, ну мы же не фанатики, мы же просто нормальные люди, зачем нам углубляться сильно. И будут происходить очень грандиозные события, пока сложно сказать какие именно. Одно из вариантов возможно, к чему сейчас мир готовится, и мы видим сколько фильмов про инопланетян, и даже есть информация о том, что католическая церковь, они изучают очень сильно этот вопрос с инопланетями и так далее. А с другой стороны понятно, что духовный мир, он может проявляться, особенно злой духовный мир, князь века сего, который может проявляться как угодно, там и с тарелками, и с инопланетянами. Что-то странное, с инопланетяне уроды какие-то страшные. Если они более высокоразвитые, почему они такие все страшные? Потому что они больше, наверное, на бесов похожи, чем на высокоразвитых гуманоидов. Интересно, все это делают. Можно предположить так, что однажды вдруг какой-то корабль спустится с неба, выйдут какие-то инопланетяне, скажут, вы все не так поняли, это мы боги, мы вас сотворили. Стоп, 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 что мы хотим сказать, что инопланетяны существуют? Нет, я хочу сказать, что как ангелы могут принимать физическое тело и быть видимы в этом материальном мире. Точно так же бесы могут проявиться, и, соответственно, там вот эти силы зла, которые могут просто прийти под видом якобы инопланетян, там якобы этих богов там и всех остальных и просто скажут, это мы вас сотворили, вы просто неправильно все интерпретировали, и как бы вот теперь вы должны нам поклониться. Я думаю, что много номинальных плян, которые в это поверят. Это просто версия, это не то, что там может так быть, но это версия. Сейчас еще многие фильмы показывают, на самом деле, а кто знает, возможно, эти образы уже в их голове как-то в духовном мире это показывают и они рисуют возможно какие-то то, что мы привыкли. Как идет определенная подготовка и промывание мозгов, вот о чем речь. Я согласна, да. С другой стороны, также видно, что идет подготовка общества вообще. Почему культивируются разные рода вещи либеральные. Светский гуманизм, который ставит во главу угла человека. Да. И это полностью противоположно. То есть, если мы понимаем Бог законодатель, тогда Бог превыше всего, который ставит понятие, что добро и что зло. И это абсолютные понятия. Современное общество имеет идею философскую такую, как бы, все относительно. То есть, это человек должен определить, что добро, а что зло. И, соответственно, сейчас, почему много разгула всякого ЛГБТ-сообщества и всяких странных либеральных идей и всего. Почему? Потому что, если дьявол заставит людей отвернуться от Божьего установления, ну, допустим, Писание говорит изначально, что Бог сотворил мужчину мужчиной, а женщину женщиной. А потом приходит идея, что женщина становится мужчиной, мужчина становится женщиной. Что это такое? Это не просто сбрело людям. Это целенаправленное действие, чтобы человек сбунтовался против Бога. и не просто человек, а именно бунт общества против Бога. Потому что, если человек идет против установления, изначальное установление Бога, тогда он открыт для обольщения и лжи антихриста. Вот в чем дело. Ну, интересно. Потому что, когда люди говорят, чем отличаются блудники от гомосексуалистов? И тот, и другой грешит. Проблема в том, что там любой грешник, он знает, что он грешит. Правильно. Блудники, они знают, что они грешат. А современные ЛГБТ-сообщества, они уверяют, что это правильно, это нужно, они пропагандируют это, и они заставляют их думать так, как они думают. Вот в этом принципиальная разница. И поэтому мы видим определенным образом, что мир подготавливается к принятию антихриста. И, соответственно, мое предположение такое, что мы как церковь мы застанем. Мы застанем и увидим. И в этом отношении нам нужно быть очень близкими с Богом, нам нужно быть ревностными, горящими. И как Писание говорит, что мы победили дьявола кровью Агнца, словом своего свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Когда люди говорят, ну, Бог любящий, он нас любит, он не позволит. Но для Бога церковь, первая и последняя, это та же самая церковь. Если любящий Бог позволил первой церкви пройти через гонения, через то, что их распинали, бросали львам, сжигали там и так далее. То есть, ну, Бог позволил пройти первой церкви, а для него нет времени. И для него что первая церковь, что последняя церковь, это та же самая церковь, это то же самое тело Христово. Поэтому, если та церковь прошла через гонения и скорби, почему мы считаем, что Бог не допустит церкви последнего времени это пройти? Для того, чтобы быть переплавленными, очищенными, и для того, чтобы быть готовыми восхищению церкви. И еще раз, это мое предположение, я не говорю, что это истина в последней инстанции, но это то, как я вижу из Писания. Ну, я думаю, просто топ, это мнение, то, что мы можем как христиане иметь, это как Павел говорит, для меня приобретение смерть должна с вами остаться. Интересно, вот это мышление даже, когда к человеку приходит, потому что мы так зависим от этой жизни, что мы не можем, например, смело сказать, для нас приобретение смерть. И на самом деле, я думаю, все-таки, когда человек очень сильно привязан к своей душе и все такое, мы не можем как бы сказать вот такие слова, но в Павле и вообще в апостолах видно, что они очень сильно были знакомы с Богом и их знакомство заключалось в том, что они постоянно пребывали в слове и это значит, что мы, чтобы у нас было такое мышление, чтобы мы не впадали даже в депрессию, в стрессию и все такое, ну, на самом деле, мы должны очень сильно сейчас быть. Было время, когда церковь доверяла и многие люди доверяли на людей и их надежда было на пастыре, на какого-то служителя, а сейчас все меняется настолько, что наше единственное и самое правильное как бы доверие должно быть только Бог. Был один пастыр, который встал на сцену и просто взял соску, где там молоко, я вас, говорит, как будто как младенцев постоянно кормлю и кормлю, говорит, вы не понимаете, что вы, говорит, вот маленькие вы дети, говорит, вы не понимаете, что вы тоже можете так же понимать и так же служить, Бога. И на самом деле я очень согласна, потому что порой бывает, ты такой, ой, мне плохо, пойду пастыр помолиться, а на самом деле тебе плохо, иди, закройся, Бог с тобой, Он живет в тебе, и сила Бога в тебе. Как это важно, чтобы мы сейчас это осознавали, потому что придет время, когда никакой пастыр, возможно, около нас не будет, и никого влиятельного не будет, и единственная надежда, когда остается Бог, вот там и... Ну, это правильно, потому что Иисус предупреждает, говорит, берегитесь, чтобы кто вас не прельстил. И когда будет, я предполагаю, что будет это время великой скорби, как время гонений и преследований, и когда эти гонения заканчиваются моментом восхищения церкви, и после этого начинается суд над нечестирую и честом, но именно в момент, когда начинается скорбь, Иисус говорит, берегитесь, потому что вам могут сказать, там Христос или там Христос, и Он нам объясняет, что нужно делать, и поэтому нам нужно лично знать Писание, потому что, правильно ты говоришь, может быть, пастор рядом не окажется, и церкви могут быть уже закрыты, и поэтому не будет возможности просто прийти, позвонить, сказать, пастор, что ты по тому поводу думаешь. То есть мы должны сами лично предполагать, если восхищение церкви будет, ну прежде всех событий, классно, здорово, это хорошо, но если вдруг будет не так, что не будет такого резкого восхищения, и начнутся вот эти жесткие события, а мы к ним не готовы, то очень много людей, они соблазнятся, они потеряют веру, они скажут, а как же так, а нас учат, и что мы не пройдем через гонения, что у нас будем восхищены. Я думаю, что хорошо, если мы будем, раньше всего, то есть перед всеми событиями взяты, но мы должны быть готовы к гонениям, с Курымем мы должны быть готовы пройти через все тропы. Согласна. То есть мы должны любить Бога больше всего. Мы должны понимать, и то, что я стараюсь проповедовать, и говорить и своей церкви, и другим людям, что будет большое пробуждение. перед всеми последними событиями, обязательно будет время, когда об этом есть предпосылки в Писании, допустим, книга Откровения, 7 глава, 9 стих, говорит о том, что от Великой Скорби, или из Великой Скорби, придет огромное количество людей. Это не будут те, которые за всю историю церкви пришли, но это будет, может быть, больше миллиарда, может быть, это несколько миллиардов, потому что Иоанн, который писал Откровения, он сказал о том, что 200 миллионов человек будет армия, то есть это было написано, то есть это было сосчитано, 200 миллионов. Откровение 7.9 там сказано, никто не мог сосчитать этих людей, то есть это гораздо больше, чем 200 миллионов, это, я говорю, счет на миллиарды. Соответственно, я верю, что перед пришествием Иисуса Христа, перед всеми этими событиями будет грандиозное движение и пробуждение. И каждый верующий, который сейчас, это потенциальный пастор, это потенциальный лидер, это тот человек, который может, не только будет там одному-двум, это будет десяткам и сотням людям проповедовать и, может быть, вести их. Ячейки не будут там из трех человек состоять, а, может быть, из тысяч человек они будут состоять. Мы не знаем, какие вещи будут происходить. Поэтому мы должны быть готовы не полагаться на то, что я просто прихожанин, я просто вот я пришел, послушал и ушел. То есть я верю, что мы, христиане последнего времени, это как Божий спецназ, который Бог поместил именно вот это последнее время, чтобы сделать на нас ставку, что мы будем людьми духа, людьми веры, которые сами лично будут готовы принести пробуждение или двигаться, что движение будет через нас идти, и как реки живой воды потекут. И поэтому это не только некоторые лидеры, это не только некоторые пасторы. Я верю, что каждый человек, особенно в евангельском христианстве, они должны быть готовы, они должны быть готовы и служить другим, и, соответственно, готовы пройти через все трудности и доверять Богу, зная Бога настолько, чтобы через любую скорость пройти. Я уверена и знаю, что многие скажут, что вы нас пугаете, и как бы на самом деле это для кого-то может быть страшно, но я вас уверяю, сама я боялась тогда, когда не знала слова. Когда знаете слово, как-то хочется быть воином для Бога, хочется быть сильнее, хочется быть круче, может быть, потому что Господь сейчас нам даёт шанс, как людей в последнее время, быть на самом деле воинами Его. Мы будем в самом классном событии, ребята. Если мы застанем это, это будет классно, потому что мы реально классны будем. И оставайтесь в слове, и всё, я как сегодня целая, тут у нас эфир идёт, и мы сталкиваемся, опять же, заканчивается тем и начинается тем, слово и молитва Бога и отношения с Ним личные. И это единственная почва, на которую мы должны стоять. После этого Господь будет нас так, вести, что мы никак не... Может быть, вообще деятельность на самом деле изменится. Вы были постарами вот всю свою жизнь, но деятельность, возможно, реально изменится, возможно, вообще по-другому мы всё будем делать. Ты подметил, что ячейки будут большие, и вообще мой папа сейчас начал пропадать, что мега-церкви на самом деле скоро, возможно, не будут уже основанием, и начнутся маленькие церкви, которые как ячейки будут, и говорили, церковь без стен, без всего. На самом деле, я верю в это видение, потому что сейчас человек нуждается в человеке, который как бы... Ну, когда уже отношения как бы прям прямые, ты не идёшь в церковь, садишься и уходишь, например, там служителя, а это мы. Нету такого разделения. Есть мы, дети Христа, и мы, которые общаемся с Богом, и мы можем назидать друг друга и поднимать друг друга. Ну, и я бы ещё хотел добавить по поводу того, что люди пугаются, допустим, христиане, которые привыкли к тому, что всё хорошо, всё комфортно, Бог любит, всё замечательно, время процветания там и так далее. И типа Бог не позволит. Но мы должны также понимать, что если Бог какие-то вещи допускает, это для нашей пользы. И если Бог допускает, Он обязательно умножает благодать. То есть с Божьей благодатью, с Божьей помощью мы пройдём, если мы просто будем полагаться на Господа. И ещё раз напоминаю, это место Писания, Луки 21 главу, когда Иисус сказал, говорит, когда вы всё это увидите, то есть люди этого мира, люди, не знающие Бога, они будут умирать от бедствия, они будут вздыхать от бедствия, так написано. Это будет пугать. Он говорит, но вы, когда вы увидите, восклонитесь, то есть поднимитесь, расправьте плечи, радуйтесь, потому что пришло время вашего избавления. Я верю, что, может быть, это будет гонение, трудности, скорби и так далее, но будет благодать, будет помощь, мы будем видеть сверхъестественные чудеса, мы будем видеть как Божья помощь, обеспечение и сверхъестественная радость, когда, если вот так вот вспомнить, что происходило с людьми первой церкви, когда их выпускали на арену, и их львы там съедали, они пели в этот момент. Да. И это не была истерика, это не была паника, это дело в том, что сходила такая благодать, что они уже, ну, фактически, были не столько в теле, сколько были уже в духовной сфере. Они, может быть, даже боль уже не чувствовали, поэтому нам не нужно паниковать или бояться, что с нами что-то там сделают, нас будут пытать, или нам отрубят там голову. Есть благодать. Писание говорит, чтобы мы в этот момент радовались, восклонились и ожидали, потому что Бог будет с нами, Бог будет помогать, поэтому не надо бояться, не надо переживать. Если нам попробуются пройти через это, значит, Бог поможет. И самое интересное, если на самом деле мы дойдем до этого момента, что уже как бы нас должно убивать, мы будем радоваться. Почему? Потому что если до этого момента мы держали нашу веру, это какая-то нереальная сила будет, и мы в этот момент даже не почувствуем ничего. Я думаю, если мы уже все прошли, это уже будет как бы все. Я, честно говорю, очень мне нравится этот разговор, я много чего для себя получила, и многие вещи я сама как бы убедилась, но еще я вспоминаю наш с тобой разговор, когда до того, как мы уезжали, мы сидели, разговаривали уже после последнего времени, когда придет тысячелетнее царство, у тебя есть настолько классные, ну, не предсказания, а то, что ты из Библии как бы снял и подумал, что, возможно, это важно. И для меня было интересно, что немногие об этом говорят, и даже многие не знают об этом, но новые, например, молодые ребята, даже, возможно, даже уже не будут об этом думать, потому что об этом не говорится. Вот. Прежде чем к этому, кстати, пойти, еще это, я вспомнила слово, святое еще свяще станет в последнее время, да, такое? Это освещается еще. Да, вот. Это тоже как бы еще одно слово для вас на заметочку. Да, и вот, сейчас пройдем на тысячелетнее царство. Когда ты мне рассказывал, я тебя уже почувствовала, что я хочу быть принцессой, которую будет править, может быть, какой-то организатор. Я уже себя вижу, как пишу, что я хочу там делать. Я, честно, иногда бывает, еще представляю, что я там делаю, и для меня это радость на самом деле. Расскажи, что ты думаешь? Я вижу момент определенный, что достаточно много христиан имеют представление, что мы живем эту жизнь, потом мы умрем, и мы попадем на небо. Будем на небе жить. Совершенно упускают очень ясное предсказание или пророчество, или то, что там, допустим, сказано в книге Данила, сказано то, что Иисус предупреждал, то, что сказано в книге Откровений. Допустим, задумывались мы над тем местом, где Иисус говорит о том, когда он вернется, что он слугам даст, допустим, там по таланту или там по одной мине, и когда он возвращается, он требует отчет. Приходит один, говорит, господин, твоя мина принесла 10 мин. В этот момент Иисус говорит, что тогда ты получишь, ты был верен в малом, получишь 10 городов. Другой приходит, говорит, господин, твоя мина принесла 5 мин. Ты получишь 5, ну и так далее. И потом мы читаем в книге Откровения о том, что Иисус говорит, значит, если ты будешь верен, я дам тебе власть над язычниками. И далее Откровение, 20 глава, сказано, что, значит, после того, когда мы, как церковь, будем восхищены, произойдет суд над нечестивыми, и Библия говорит, допустим, пророк Захария говорит о том, что 2 трети человечества погибнет во время этого суда. То есть, все фильмы-катастрофы, которые Горевуд придумал, которые каждый по себе, каждый отдельный по себе является разрушительным и так далее, то я думаю, это будет все вместе, фильмы-катастрофы, все вместе взятые, падение метеоритов, и ядерная война, и землетрясение, и голод, и эпидемия, и в общем, все что угодно, это будет все вместе взятое. То есть, это будет ужасное время. Но также сказано, что будет 1 третья, которая войдет, и об этом очень ясно говорит пророк Захария. Если внимательно прочитаете Захарию, о чем там написано, что в момент возвращения Иисуса Христа, вот эта армия, которая будет собрана против Израиля, против Иерусалима, сказано, что ноги Господа, они встанут на горе Элеонской, и, соответственно, враг будет уничтожен так быстро, что когда они еще стоят, тогда, значит, их тело и сохнет, и чахнет, то есть, они будут поражены моментально. Это будет очень мощное действие, событие Божье. Но книга Откровения говорит, что это не сам Иисус просто придет, а Он придет вместе со святыми. То есть, за несколько месяцев до этого церковь будет восхищена. У нас будет брачный пир, и, соответственно, будут вот эти вот награды, так называемое судилище Христово, когда мы предстанем все, все христиане предстанут пред судом Христовым. Это не суд, который будет определять ад или рай, как некоторые думают. Судилище Христово, это когда человек либо за свою жизнь, если он не был послушен Богу и не ходил в любви, и не делал то, что Бог ему говорит, он потерпит урон, то есть, он не получит награду. Христиане, которые служили Богу, ходили в любви, которые были послушными, верными, они будут получать награды. И потом Иисус возвращается вместе с Церковью на эту планету. То есть, мы вернемся на эту планету. И все разрушено. И тогда наступит так называемый Миллениум, тысячелетнее царство, о котором книга Откровения 20 глава говорит, что в этот момент те, которые были обезглавлены, те, которые, значит, были вместе со Христом, ну, то есть, и Церковь, и те, которые попали в момент скорби и были, значит, казнены, они все вместе, они возвращаются, и написано, они воскреснут, это первое воскресение, потому что Иисус говорит о двух воскресениях, что воскресение первое, это воскресение, когда воскреснут праведники, делающие добро. Будет второе воскресение, это воскресение осуждения. Как вот сказано, блажен и свят, которые принимают участие в воскресении первом, потому что над ним смерть вторая больше не имеет власти. но они будут царями и священниками Бога Всевышнего и будут царствовать со Христом тысячу лет. То есть, кто-то воспринимает это прообразно, кто-то говорит, что типа мы уже находимся в тысячелетнем царстве, но если мы буквально воспринимаем Писание, то это все происходит именно после того, когда будет Армагеддон, Армагеддонское сражение после того, как Иисус поразит Антихриста, и он будет брошен в озеро, горящее в нем и серую, и церковь возвращается вместе со Христом. И вот здесь наступает момент тысячелетнего правления. Что это значит? Это значит, что на земле будут существовать две расы людей. Раса обычных людей, то есть те, которые не рожденные свыше, не прославленные, они войдут, и об этом сказано Матфея в 25 главе. Это, так сказать, народы овцы, те, которые помогали Израилю, те, которые помогали, ну, допустим, как во время фашистской Германии были люди, которые скрывали евреев, помогали им. И, соответственно, также будут народы, которые будут скрывать евреев во время гонения, христиан, которые будут укрывать, которые будут помогать, королють, одевать и все остальное. Эти народы, они будут введены в тысячелетнее царство. Интересно. Вот. И, соответственно, это люди будут обычные люди, смертные люди. Но из-за того, что наступает новый... Которые выжили армию гидон. Да. Это наступает новый период. И что будет восстановление творения. То есть, фактически, это седьмое тысячелетие, это суббота, и Бог просто покажет, как Он изначально планировал, каким должно быть человечество, или какая на самом деле планировалась жизнь на этой планете. То есть, будет восстановлено творение. Не будет уже, вот, допустим, как сказано в пророке Исаии, да, что лев, он будет вместе с теленком находиться. Ребенок протянет руку и возьмет змею ядовитую, и она не причинит ему вреда. Человек будет, дни людей будут, как дни дерева, то есть, достигать тысячи лет. Это будут обычные люди. В то же время рядом с ними будут находиться прославлены. То есть, это будет церковь, которая вместе со Христом вернулась на эту планету. В смысле мы? Да. Что будет делать церковь? Прославленные люди, воскресших тела. Они будут управляющими по всей планете, потому что Иисус будет править в Иерусалиме, как царь, как президент над всей планетой. А его церковь, они будут, как бы, его представители. То есть, это будут губернаторы, это будут мэры, это будут люди, которые там, ну, как бы, в зависимости от того, как они поступали в этой жизни, как они были верными в распоряжении того, что Иисус им сделал. Кто-то получит десять городов, кто-то один. Кто-то, может быть, максимум подъездом будет управлять. Ну, будет управлять. Я не знаю, как это будет все происходить, но, соответственно, то, что мы видим, почему так важно. Есть одно заблуждение, когда люди думают, ну, такое понятие гиперблагодати. Я, типа, спасем и все, я все равно попаду на небо. И не важно, что там происходит в моей жизни, я спасем, где я иду на небо. Но они не понимают, что наша земная жизнь, особенно после того, когда мы уверовали и спаслись, это период подготовки к грядущему тысячелетнему управлению. Показатель, насколько... Это то, что мы сейчас делаем, это школа подготовки кадров управленцев. То есть, допустим, то, что делают президенты, они пытаются найти, они тренируют людей, чтобы те начали быть хорошими управляющими. Ну, да. Если люди в мире готовы ради четырех лет или восьми лет управления, чтобы стать президентом, губернатором или там депутатом, каким-то сенатором, они готовы делать карьеру, они готовы тратить время, они готовы пробиваться, как угодно, что... То есть, они платят огромную цену, лишь бы попасть во власть и там поуправлять несколько лет. Иисус нас готовит сейчас. И, соответственно, в этом есть определенная цена. Цена посвящения, цена верности, наследование за Господом. И тогда здесь отпадает вот этот фактор. Ну, что, я спасен, все равно на небо попаду. Да. Да, ты попадешь на небо, но прежде ты должен тысячу лет здесь быть. А кем ты будешь, и что ты будешь делать, зависит от того, что ты сейчас делаешь. Насколько ты послушен Богу, насколько ты верен. И что для тебя важно, и что для тебя ценно. Если ты просто прихожанин, если ты просто живешь для себя, имеешь good life и думаешь, ну, все хорошо, я все равно с Богом. Человек принял Иисуса, положил спасение в карман и живет для себя. Иисус говорит, такой человек наименьше налечется в Старстве Небесном. Поэтому, если мы хотим, на самом деле, иметь награду и быть, ну, как бы, достичь своего потенциала, тогда нужно сейчас делать, делать это с посвящением, делать это с таким, с огнем и ревностью Божьей. Ой, как я согласна, это такой огонь. И на самом деле, получается, что то же самое, что и Бог говорит, то, что Он таланты дает, и не только в служении, но и в целом, когда у нас в жизни есть таланты, мы должны его использовать здесь, потому что это проверка конкретная. И сколько мы вернем Богу, это будет зависеть от того, какими мы будем на тысячелетнее царство. Честно говоря, у меня недавно было откровение, у меня был вопрос к Богу, и Он мне ответил. Это был очень хороший ответ. Он мне сказал, Стар, какого сына, думаю, что я буду использовать, тот, который не учился и не хочет, как бы, например, Он мне показал такое, например, есть отец и есть inheritance, да, который у него есть, ну, как бы, для своих сыновей. Говорит, какому сыну я, Боже, дам свое дело, например, тот, который учился со мной, и при этом знает преодолевать эти проблемы, или тот, который все время избегал меня и просто приходил ко мне, обнимал и уходил. Говорит, как ты думаешь, кого на самом деле я свое дело дам? Говорит, мое дело я даю только тому, кто на самом деле готов и подготовлен к тому, чтобы взять это, потому что, ну, Ермо его не тяжелое, но при этом я думаю, что Господь тоже очень классный босс, и боссы, которые, например, давайте подумаем, там, в Голл-стритах или везде. Эти боссы, они смотрят именно тех, которые способны. И сейчас очень много в христианстве есть вещи, типа, я не должен больше стараться, я же на небо поеду, зачем мне здесь что-то, я вообще не прицеплен к этому миру. Но мы забываем то, что мы здесь, на самом деле, показываем, на что мы способны. Если мы здесь способны иметь это, то-то, то-то, manage делать все это, Бог может видеть наши способности, что мы можем делать для Него, для Его Царства. Потому что я вижу, те люди, которые много чего делают и успевают, они реально очень сильные отношения имеют еще и с Богом. И мы не можем сидеть, говорить, что, типа, о, знаете что, мы просто пойдем на небо, а здесь, ну, ничего, буду маленькой, ну, не знаю, маленьким будет. Ну, смотри, первое, первое послание Коринфянам, третья глава, апостол Павел говорит о том, что мы все имеем одно основание, положено это Иисус Христос, то есть у нас есть спасение. Да. Мы все получили вечную жизнь благодаря Иисусу Христу. Но он скажет, но дальше смотри, кто как строит. То есть, соответственно, получив спасение как фундамент нашей жизни, далее мы строим стены нашей жизни, да, то есть дом, некое строение. Да. Как мы строим? И говорит, кто-то строит из золота, серебра, драгоценных камней. Кто-то строит из дерева, сена, соломы. Потом день наступит, и этот день определит, что будет происходить. Он говорит, кто строил из золота и серебра, оно проходит через огонь, и человек получит награду. Тот, который из сена, из дерева, там и так далее. Это, соответственно, все сгорит. И человек, да, он спасется, но он спасется как бы из огня. То есть, у него все сгорает. Да. И если что происходит, он просто попадает в вечную жизнь без всего. Не никогда. Теперь дальше определяется. А кто определит, что в нашей жизни мы строим из золота, из драгоценных камней, или же мы строим из дерева и из поломы. То есть, это не мы квалифицируем, потому что это определит тот, который будет судить в день суда. Соответственно, однажды Иисус говорит фарисеям. Он говорит, то, что высоко у людей, то, что ценится высоко у людей, это мерзость перед Богом. То есть, шкала ценностей совершенно разная. И мы можем попасть в обольщение, как христиане, потому что вместе с этим миром мы думаем, что мы строим что-то важное, нужное. Мы вкладываем энергию, ресурсы, нервы свои, там, тратим время свое и думаем, но мы важными делами занимаемся. Но, возможно, для Бога это никакой роли не имеет. Не важно, да. Тогда как определить, а что ценно и что является золотом в Божьи глаза? И тогда мы переходим в 1 Коринфянам 13 главу, где апостол Павел как раз и объясняет. Он говорит, ты можешь горы переставлять, и ты можешь там на всех языках говорить, и можешь там всякие вещи говорить. Но если ты не имеешь любви, это ничего не значит. Мы делаем это из любви к Богу. Идем. Поэтому, мне кажется, немножко зависало. Да, зависало сейчас, по-моему, уже хорошо. И вот, я хочу повторить. Еще раз хочу повторить. Значит, 1 Коринфянам 13 глава определяет шкалу ценностей. Божью шкалу ценностей. То есть, он говорит о том, что все, что мы делаем, должно делаться любовью. И, соответственно, значит, мы должны быть мотивированы любовью к Богу. Хочу спросить тех, кто смотрит, появился звук или нет? Сейчас уже говорят, появился. Продолжение следует. Продолжение следует...